В студии у нас Игорь Семёнов, врач-трихолог, косметолог, эксперт программы. И сегодня поговорим о том, что должно быть в вашей дачной аптечке. Совсем скоро мы будем с семьёй перемещаться на дачу и там жить довольно долго. Конечно, аптечка там необходима. Ну, я, в принципе, собирательный. Игорь, ну, раз вы косметолог, аптечка тоже с точки зрения косметологии собрана? Или с точки зрения медицины всё-таки? Сегодня мы поговорим непосредственно про медицину, но в том числе косметология, она будет неотъемлемой частью, непосредственно, собственно говоря, часть нашей медицины. Поэтому мне бы хотелось всё-таки начать с того, что не забывать брать с собой основные классические лекарственные препараты, которые у вас, может быть, в домашней аптечке находятся. Если у них закончились сроки годности, то, пожалуйста, выкидывайте их нещадно, не жалейте, не экономьте, а сходите в аптеку и приобретите, естественно, новые препараты. Поэтому я бы так разделил на несколько основных групп то, что нужно будет с собой взять. Да, это вот примерно вот такого объёма аптечки более чем достаточно. Может быть, это или косметичка, или какая-то маленькая пластиковая коробочка. Что может быть здесь? Обязательно должны быть средства, которые от травм. Это различные средства для перевязки, это могут быть бинты, это могут быть обязательно эластические бинты, потому что это гораздо быстрее позволяет оказать вам помощь. И вот такие похожие наборы разных пластырей, потому что первое, с чем мы можем встретиться, это различные травмы, потому что на даче приходится убираться. Да, давайте оттолкнёмся от того, что такое дача вообще для наших людей. Дача – это объект травматизации, не только объект наслаждения и отдыха, но и в том числе, с чем мы можем встретиться. Это микротравмы, микропорезы, это могут быть какие-то прыщики, нагноения, воспаления, ожоги солнечные, поэтому здесь должны быть обязательно средства с СПФ-защитой, средства, которые потом восстанавливают кожу после солнца. Поэтому вечером, после грядки, обязательно вы должны что-то нанести на лицо для того, чтобы кожу успокоить. А утром, чтобы защитить солнце? А утром обязательно, да, Танечка, абсолютно верно. Утром обязательно нужно нанести на лицо солнцезащитные средства, причём эти солнцезащитные средства должны быть не только косметического плана в виде крема, но это должна быть обязательно шляпа, кепка, панама, которая защищает, обеспечивает механический барьер и солнцезащитные очки. Почему? Потому что если ваше лицо склонно к пигментации, с пигментацией нужно бороться практически всю жизнь, а летом особенно, то если вы стоите верхом пятой точкой на грядке, пытаетесь, чтобы она загорела, анализируя у вас SPF, то пигментация может появиться на лице, потому что у нас есть центральный механизм меланогенеза, то есть когда загорают другие участки тела, пигментация появляется в другом месте. То есть если даже нога загорела, то может и на лице отразиться? Это особенность организма, особенность некоторых пациентов, причем женщины страдают этим гораздо чаще, нежели чем мужчины. Я вижу парацетамол, что он там делает? Парацетамол должен быть обязательно, да, я все-таки за то, чтобы меньше вы применяли аспирин, нежели чем парацетамол. Парацетамол действительно врачи любят, это препарат, который обладает не только снижающим температуру действия, но еще противовоспалительным, потому что любые воспалительные реакции, это может быть там попили вы холодной воды из ручья, из колодца, горло у вас маленько заболело, может быть подняться температура. Если порезались, вдруг поднимается какая-то температура, реакция организма обязательно тоже парацетамол иметь в виду. Почему все-таки больше к нему мы склонны? Потому что он более щадящий для организма, меньше побочных эффектов, меньше... Чем у аспирина, да? Мы с аспирином сравниваем. Да, да, вместе с ним. Дальше обязательно должны быть различные желудочно-кишечные средства, потому что собрав огурчики или, ну это попозже, да, или клубнику, все, что сейчас может там появляться, и не помыв ее, это же такая прелесть, да, грядочки сразу же. Ну, мое же родное, моя же грядочка, ну что тут может быть плохого и грязного? Чем поливали, то и выросло, тем не менее, наши фрукты, овощи, плоды, это обязательно что-то средство, образ жизни там для кого-то, да, место жизни для кого-то. Поэтому обязательно должны быть средства, это различные абсорбенты, это может быть активированный уголь, это может быть средство, которое в виде порошков, в виде каких-то эмульсий, суспензий, которые убирают вздутие, раздражение. Обязательно средства типа лапирамида, это международное название, мы не называем лекарственные препараты, это средство от поноса, потому что может случиться, естественно, всякое, и бегать каждый раз до маленького деревянного домика, наверное, не очень комфортно. Ну и, конечно же, активированный уголь в различных тоже формах, бывает белый, бывает черный активированный уголь, но все-таки я рекомендую брать обычный простой дешевый экономический черный уголь. Как его применять? Да, его применять необходимо из расчета одна таблетка на 10 килограммов веса, то есть если в среднем взрослый человек весит 80-70 килограммов, то есть практически всю пачку, весь блистер мы должны принять, запив большим количеством воды. А можно больше? Можно больше, но не нужно. Вот, там, две таблетки на 10 килограммов веса, чтобы наверняка. Нет, наверняка не надо, возможно, случится обратная ситуация, которую мы останавливаем, понос, может случиться даже запор, поэтому я бы не рекомендовал экспериментировать. Хочешь запор, принимай. Переистеть одно средство желудочно-кишечное, наверное, в другое, совершенно не нужно. Что еще может быть, ребят? Могут быть, возможно, какие-то аллергические реакции, поэтому препараты антиаллергического плана, если вы знаете, что вы склонны к аллергическим реакциям, если вы на что-то когда-то была хотя бы аллергическая реакция, обязательно у вас должны быть классические препараты, типа кларат-1 или прочие-прочие, известные на сегодняшний момент. Это могут быть и таблетированные формы, и если для людей аллергиков, я рекомендую, чтобы у них были обязательно инъекционные формы, шприцы, ну, и люди, которые страдают этими реакциями, знают. Более того, подчеркну, что существуют так называемые даже перекрестные аллергические реакции. Если, например, у вас есть реакция на полынь, то есть, которая летом, ближе к концу, то, возможно, у вас аллергическая реакция на косточковое растение, типа абрикосы, вишни, черешня и прочие-прочие вещи. Поэтому вот если не было аллергии на что-то одно, возможно, в летний период появится на что-то другое. Нужно быть крайне аккуратным и внимательным. Более того, должны быть обязательно у нас с вами антисептики. Вот я сегодня взял с собой йод, но это, наверное, не первое средство, которое должно быть у вас. Я все-таки как раз хочу обратить внимание, чтобы вы на открытые раны не наносили вот такие спиртосодержащие, йодосодержащие компоненты. На закрытые надо. Не нужно их, в принципе, наносить. Есть сейчас очень много препаратов антисептика, которые имеют водную форму. Более того, в аптеке, в супермаркетах вы можете встретить привычную нам зеленку, йод в виде карандашей, в виде таких каких-то модных уже средств применения. Но йод на открытые порезы не наносите, потому что вариант формирования рубца гораздо будет больше, потому что йод и сам по себе спирт очень сильно обжигает раны и просто порез не красиво заживет. Ну, вообще на открытые раны в принципе ничего не надо наносить. Конечно, да. В саму рану. Йод-то зачем тогда? Кто придумал? Это привычный наш советский российский менталитет, когда йод должен быть обязательно в аптечке, когда йод капается для восполнения йододефицита, ни в коем случае делать это не надо, когда делается йодная сеточка. Да, кстати. Не нужно ее делать, но это больше для успокоения, для своего... А зеленку зачем иметь в аптечке? Зеленка – это тоже банальный антисептик классический, который убивает... Он лучше йода? Он мягче йода. Мягче. Он мягче йода, поэтому имейте в своем арсенале лучше все-таки водный раствор, такой препарат, который называется хлоргексидин, это в лакончике 100 миллилитров, и можно и горло полоскать, и раны обрабатывать, и прочее. Кроме того, если у вас есть дети, обязательно что-то имейте в такой легкой антибактериальной в виде различных антибактериальных средств, в виде присыпки. Каким образом это можно... Можно посмотреть. Да. Тут открыто. Да. Это классическое средство. В аптеке можно встретить, у фармацевтов приобрести. Значит, что делать? Ребенок бежит, споткнулся, содрал коленку. Быстренько берем, промываем большим потоком воды, порточим прямо вот из ведра, обрабатываем, поливаем хлоргексидином, это не больно, это такой слабо солененький растворчик, это вообще не щипет, это вообще никак. Промакиваем салфеткой и посыпаем антибактериальным средством сверху. Ну, понятно, чтобы вы знали, что у вашего ребенка нет аллергических реакций на антибиотики. Очень быстро покрывается пленочкой, корочкой, и никакие мази, кстати, вот сейчас проговорим еще, наносить не нужно. И быстро, за 2-3 дня все очень хорошо заживает. Как на животных. Последнее. Осталось последнее. По поводу масел. По поводу масел, сметаны и всего остального, то, что мы всегда привыкли, подручные наносить на себя, на лицо, если мы вдруг обгорели. Упаси вас, Боже, когда-либо это использовать. Поэтому никогда, пожалуйста, не носите ни сметану, ничего, лучше приложите холодную тряпочку. Если лицо обгорело, возьмите с собой различные патчи, гелевые маски, тканевые маски, нанесите их. Потому что закрывая лицо вот этими жиросодержащими компонентами, вы еще больше углубляете тепло, жар в глубину ткани и поражаете их больше. Не надо этого делать, поэтому, если у вас есть будут вопросы, всегда можно обратиться и к педиатру, и к терапевту, и даже к фармацевту, который подскажет, посоветует, что лучше выбрать в большом ассортименте лекарственных препаратов. Поэтому желаю вам здоровья. Да, и после лекарства будут у вас всегда под рукой. Спасибо, Илья. Вот теперь отлегло.